Ну и обсудим сейчас у нас в студии Кирилл Куликов, человек, который два года с 2005 по 2007. Здравствуйте, спасибо большое, что приехали. Возглавлял Украинское национальное бюро Интерпола, ну и прекрасно понимает, как работает эта система изнутри. Скажите, вот сейчас, когда Колобов арестован в Испании, выдадут его? Испания такая страна, что там эти вопросы решаются достаточно оперативно и достаточно быстро. Причем не потому, что Испания является примерным членом Международной организации криминальной полиции, а потому что Испания не очень радостно держит граждан бывшего Советского Союза. То есть она сама, на моем быту было несколько операций, которые проводила Испания именно по бывшим выходцам из Советского Союза. То есть и в их интересах от них избавиться? В их интересах, да, они очищают свою страну от именно бывших выходцов из Советского Союза. У них есть достаточно предвзятое отношение к данной категории людей. Ну, понятно, почему страна, которая сама сталкивалась... Не совсем понятно, почему, потому что на моем, скажем так, на моей практике это была чисто такая бизнесовая разборка, когда наши бывшие граждане начали скупать побережье, стали покупать отели и так далее, и так далее. И шло выяснение о, скажем так, так называемых грязных деньгах, но по сути дела это был в основном бизнес. И именно об этом обожглись они вот и по поводу выходцев из бывшего Союза. Там, как мне кажется, такая уже презумпция виновности как раз есть. Хорошо, да. Давайте продолжим. По-вашему, почему все-таки Колобов скрывался в Испании? Почему там не на Кубе, не в Венесуэле или не в Беларуси с Россией? Вы знаете, я начал с того вопроса, почему, собственно, Колобов начал скрываться. Давайте брать отчет с того, что Колобов уехал-то не после революции, не 23 февраля, не 22 февраля, а Колобов преспокойно находился в Украине до осени 2014 года. Вот что вопрос. Колобов был здесь, Колобов давал свое согласие на сотрудничество с правоохранительными органами. И Колобов совершенно, скажем так, не скрывался от органов правосудия. И вдруг резко осенью 2014 года ему приходится уехать. А что могло случиться? Вот надо задать вопрос, что могло случиться. Что 6 месяцев он был не нужен, и вдруг неожиданно понадобился кому-то. В этом вопрос. Второй вопрос, который в отношении Колобов, все едут в Москву. Вся команда, вся семья Януковича едет в Москву, а Колобов едет в Испанию. Это тоже как бы вопрос, имеет ли он что-то общее с этой командой. Мне кажется, что он держался немножко особняком от этой команды. Ну, вы знаете, версии могут быть разные. Может быть, просто отдыхать поехал. Это моя версия, поэтому я ее выскажу. Но моя версия как профессионала, то дело, по которому был объявлен в розыск международный Янукович, Азаров и Колобов, она не выдерживает никакой критики. Потому что Януковича надо было разыскивать за те события, которые происходили на Майдане. Януковича надо было разыскивать за тех людей, которые убили на Майдане. А тут собрали, сначала же подали эти материалы в Интерпол по Януковичу, членам его команды, Захарченко, всем остальным силовикам. А потом оказалось, что эти материалы не выдерживают критики. Потом собрали ворох бумаг финансовый, которым, конечно, международная организация криминальной полиции не очень будет заниматься. И объявили в розыск Колобова одновременно Януковича и Азарова как организованную преступную группу. Есть вопрос? Кирилл, у меня самый главный вопрос. Правда ли, что если те обвинения, которые сейчас выдвинуты, в том числе и Колобову, это обвинения хозяйственные. Вот я перед эфиром зашел на сайт Интерпола и посмотрел, в чем он обвиняется. Wanted by. И там написано, что обвинения хозяйственные. Значит ли это, что когда его выдадут, если его выдадут, если он предстанет перед судом, то его не смогут обвинить его, Януковича и всех остальных в преступлениях против Майдана, в преступлениях против Украины? Это четкая норма. Это мало кто понимает. Это четкая норма международной конвенции. Что людей можно судить только по тем нормам. И я много раз об этом говорил. Я делал на это акцент, ударение. Только по тем нормам, по которым они экстрадированы. То есть если Янукович будет задержан и экстрадирован в Украину, то судить его можно только в рамках вот этого уголовного преступления. Дело по спецсвязи. То есть это не дело Майдана, это не расстрелы, это не кражи, это не отмывание. Это дело по спецсвязи, которое тоже сомнительно. Эти три человека якобы организовали преступную группу. Приняли закон преступной группы. То есть почему их трех обвиняют? Они обвиняют еще вместе с ними 226, которые этот закон приняли. И этот закон выполнили. Я не являюсь сторонником Колобова, тем более не Януковича. Я считаю, что Янукович должен быть в стране, стоять перед народом этим и отвечать за те преступления, которые он совершил. Но именно за те преступления, за тот расстрел Майдана. А не за то, что происходит сегодня. Кроме того, у меня возникает сомнение. Мы с вами обсудили, что Испания достаточно спокойно экстрадирует. У меня возникает опасение, что после экстрадиции Колобов его жизнь ничего не угрожает здесь. Он не нужен. Нет свидетелей, нет дела. А вот по-вашему, как человек, который возглавлял два года Украинское бюро Интерпола, знает систему изнутри. Что можно сделать, чтобы поломать судейскую коррупцию? Систему. Нельзя двигать. Старый анекдот про Одессу. Поздно двигать кровати. Надо девочек менять. К сожалению, сама система не дает. Даже если ты самый-самый честный судья, бессеребренник, в рамках этой системы выжить ты не можешь. Но, с другой стороны, тоже платить судьям мизер, который мы сейчас, знаете, мы сами себя начинаем высекать. Мы показываем, какие мы демократы, летаем эконом-классами и зарабатываем 6 тысяч зарплат. Не может семья прожить на 6 тысяч. Я считаю, что зарплата у человека, который вершит человеческие судьбы, должна быть высокая, что ни говори. Я сталкивался, кстати, на этой неделе с рядом людей, которые мне сказали, что мы не можем идти на такую работу, потому что слишком маленькая зарплата. Я горд по этому поводу, что есть еще такие люди.